Здравствуйте! С вами программа «Попутчик». Я Мария Чугреева. Мне очень приятно, что в ближайший час нам по пути с Дмитрием Широковым, руководителем канала «Ля Минор», автомобилистом. Правда, не так давно, но тем не менее. Дмитрий, спасибо, что пришли. Я хочу напомнить черты. Такие страницы биографии, на самом деле, целый список. И ведущие на «Радио 101», и ведущие специальных программ «Муз-ТВ», «Русское радио», «Авторадио», «Ток-шоу» на «Радио онлайн», «Радио диско», генеральный продюсер радиостанции «Русские песни», «Ля Минор» и «Добрые песни» радиостанции. В общем, на самом деле, в музыке, в продюсерстве давно еще были когда-то лицом марки одной. Пивной. Было такое, да? И после этого возникла идея собирать первые пивные кружки. Не, пивные кружки возникла идея очень просто. Один мой товарищ, очень популярный телеведущий, собирал пивные кружки. Собирал он по принципу, не буду называть имя, человек до сих пор в кадре на одном из главных каналов, поэтому, дабы не омрачать. И он собирал пивные кружки, которые исключительно добавлялись в коллекцию только после того, как он их экспроприировал из заведений. То есть ему не дарили, а вот именно нужно было потихоньку. Стащить? И каким-то, ну да, как-то. Правда, мне-то дарить начали пивники, ну, в смысле, сотрудники пивных компаний. Но откуда-то все-таки унесли, такой был грех. Конечно, неоднократно. Что значит, был? Был. В основном, конечно. Нет, ну, пивные кружки – это очень хорошая история. Правда, у меня максимум пивная кружка пятилитровая. Не знаю, есть ли больше. Меньше у меня есть. Есть прям буквально там почти наперсточки всякие разные. А вот самая большая – пять литров. Я даже частично помню, как я ее выигрывал. Ну, это такая преаболула к нашему сегодняшнему разговору. Тема нашей беседы «Люди и дорога». Я жду ваших звонков, как всегда, к нам в студию, в прямой эфир. Напоминаю, что мы заготовили наши часы. Они ждут своего хозяина, который задаст самый интересный вопрос. Гость наш Дмитрий Широков. Мы говорим и о музыке, и об автомобилях. На самом деле, по образованию вы учитель, а телеканал у нас автомобильный. Давайте попробуем эти два понятия сегодня скомпилировать. Вот есть такая фраза у вас, что «дети – звери». Не очень вам удалось поработать по специальности. Нет, почему? Удалось. Меня звали работать по специальности очень так серьезно. Я закончил Московский государственный педагогический университет имени Ленина филологии. То есть в основном литература. И когда я преподавал... Во-первых, я три года проработал в школе. Во-вторых, когда мы ездили на практику, такие долгие практики есть у педагогов, по две недели, по три или по месяцу, мы прям работаем в школе как учителя. То есть мне изо всех школа. Одна из этих школ была при Академии наук Российской Федерации. Вторая школа была тоже достаточно пафосной. Это был колледж уже. Мне предлагали там оставаться работать, но уже радио перетягивало. Поэтому... Хотя вот пока я работал три года в школе, преподавал риторику, я совмещал с работой на радио, но было очень сложно. Потому что я сегодня с детьми... Сейчас с детьми такой весь преподаватель, а вечером у меня какой-нибудь хулиган на радио в качестве гостя. И в общем потом сложновато. Нет, у меня, кстати, с ребятами были очень хорошие отношения. Это еще из-за того, что имидж такой, в общем, как бы свой такой, свой парень, да? Да нет, почему? Не такой уж и свой. Просто я преподавал риторику и главным принципом для себя там выбрал такую историю, что мне главное... Риторика – это наука говорить публично. То есть для себя выбрал главным принципом следующую историю, что мне все равно, о чем они говорят, абсолютно все равно, о чем они говорят. Главное, чтобы они говорили и речь свою строили так, как это нужно делать, да? И поэтому, если парень хочет поговорить о группе Дорс, о Джеймсе, Дугласе, Моррисоне, ради бога. Если это первоклашка и хочет поговорить там о кукле Барби, ну в те времена, да? Тоже ради бога. Главное, чтобы речь строилась правильно. Ну вот, может быть, из-за этого и были особые контакты, кстати. Что сподвигло на 1939 году жизни сесть за руль? До этого, насколько мне известно, вы ездили с водителем. Ну, подвигло сложно сказать. Просто произошли в жизни некоторые перемены, и руль это была еще такая закрепляющая история этих перемен. То есть, как бы, поэтому жестко решил на самом деле сесть за руль. Хотя 4 года назад было сложно себе представить, что я это смогу сделать. Возраст, уже привычка ездить с человеком? Привычка ездить с водителем. Потом была страшная авария достаточно задолго до того момента, как я сел сам за руль, где было несколько погибших людей. Я сидел на переднем сидении, и я был уверен, что я не смогу перешагнуть. Это было лобовое столкновение со смертельным исходом. И я это все помню, видел и все прочее. Но мне сказали, что, в общем, все обошлось. Я имею в виду с той ситуацией. И я за руль сел. Сел и поехал. Страх был преодолен. 12 лет был водитель. Это практически уже, не знаю, друг, член семьи. Когда так долго люди работают вместе. Так оно и есть до сих пор. Так и есть до сих пор. И разные были марки автомобилей. Какие? Какие? На чем ездили? Что нравилось? Что не нравилось? Маш, я ездил абсолютно на всех машинах, которые возможны в принципе. От Москвича до Жигулей, до Хаммера двушки, до Хаммера однушки. Причем я ездил там за рулем, и на одном, и на втором. То есть, уж сравнивать, с чем сравнивать машины, мне есть точно совершенно. Потому что я, может быть, водил, не сам все водил, но ездил, ну, наверное, нет марки машины. Ну, модели точно есть, где я не сидел в машине. А уж марки точно нет, на которые бы я не ездил. Ну, хорошо. В качестве возимого, в качестве человека, в качестве пассажира, что понравилось, что запомнилось? Были какие-то ситуации, кроме той, которую вы рассказали, когда, может быть, водитель потрясающе себя повел? Нет, та ситуация, о которой я говорю, она уникальна. И слава богу, что таких ситуаций, эта ситуация была смоделирована не из-за того, что кто-то из водителей ошибся, просто один из водителей, тот, кто въехал нам в лобовой удар, он был в крайнем состоянии наркотического и алкогольного опьянения. То есть, там был героин, там была водка в огромном количестве, он просто в нас поехал. То есть, здесь дело не в том, что машина каким-то образом изменила траекторию поездки или что-то такое, просто у человека перед глазами в этот момент, видимо, была какая-то другая картина мира. Он просто поехал в нас, и здесь было некуда не деваться, ничего. То есть, одно дело увернуться от автомобиля, который потерял управление, попробовать увернуться. Да, и другое дело попробовать увернуться от автомобиля, который целенаправленно едет в эту машину. У меня была похожая ситуация, когда я стояла, у меня въезжал самосвал, такой большой грузовик. Он просто ехал, он не видел, не знаю, видимо, в мёртвой зоне у него находилась. Ну, в общем, мало приятное ощущение, потому что на светофоре справа машина, спереди, сзади, деться некуда. И ты ещё и в положении к тому же. То есть, это было весело, невероятно. Он так вышел, просто посмотрел. Ну, то, что, нормально, ехал, половина двери нет. Нормально. Вот, всякое бывает. Первый автомобиль, на котором уже ездили сами. И почему был такой выбор, мне хочется услышать, что же мы за машина. Первый автомобиль был Таракан, Hyundai Таракан. Это джип, который корейцы когда-то заимствовали частично. Ну, то есть, это по Джерик, Ницубиси, по движку, по кузову эта машина очень похожа на Toyota Prado. Вот, не 120-я, а ещё которая была до того года. Вот, более старая модель. Похоже настолько, что я иногда подходил к машине и думал, господи, боже мой, ну, Таракан, я такого, ну, там что-то другое. А почему кореец, почему всё-таки? Кореец, я не хотел брать сразу дорогую какую-то машину. И она дешевле, она на порядке дешевле в обслуживании, а движок уже проверенный временем, и очень многие водители и мастера, что самое главное, знают хорошо. Поэтому это был дизелёк. Ну, единственное, он слабенький достаточно по разгону, но, тем не менее, я не хотел брать какую-то скоростную машину сразу, потому что, когда получил права, то так, потихонечку просто, чтобы. Ну, он, в общем-то, бегает, бегают эти машины, хорошо бегают, они неплохо проходят по бездорожью. Ну, то есть, собственно говоря, то, для чего они созданы. Ну, а по городу, ну, тоже всё нормально. Права получали, сами сдали, всё сразу, прошли, без проблем. Я отучился во всех школах, которые только возможны. Ввиду того, что я сам из Одинцова, я заканчивал школу её, как она называется, не практическую, а как это называется, правильно? Вот там, где мне читали лекции, как это называется. Теоретическую часть, я прошёл аж в двух школах, да, практику, ну, потому что мне было по работе просто удобнее её проходить здесь, в Москве, вот, а уже заканчивал... И получили сразу два комплекта прав? Нет, 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 один комплект прав, и... Ну, просто я полностью отходил и на теоретическую всю, и на практическую. И знаете, как внутри всё устроено? Нет. Механично? Нет? Нет. Не нужно? Как капот открывается, знаю. А как воду залить в бачок? Воду тоже. Ну, тогда мы просто вот совершенно точно так же, как и я. Абсолютно. Мне приятно, что мы на этом сошлись творчески. Нет, Мария, я ещё знаю, как накачать колёса. Хорошо. В этом смысле дальше меня пошёл. Дмитрий, очень приятно. Так, а вот почему категория B, а не A? Вот, на самом деле, вот к этому имиджу мотоцикл очень даже подходит. Не было желания покататься. У меня сейчас есть жуткое желание одним из средств передвижения сделать мотоцикл. Потому что пробки или потому что душа рвётся, хочется ветра? Не-не-не, у меня душа рвётся. Байкеры разных банд и разных клубов, ну, как они себя называют, банды, да, мои друзья, и они постоянно ездят в байкерские мото-пробеги. Не, у меня на самом деле, вот сейчас у меня на машине есть наклейка, на которой написано «За рулём мотоциклист». Серьёзно, абсолютно. Мотоцикл – это, ну, такая, я думаю, что это даже не мечта, а задача, да, я думаю, что осуществится. А какой будет мотоцикл уже? Будет что-нибудь здоровое, вот, с кофрами. Это чоппер будет, 100%. Ну, такой нормальный мотоцикл. Вот так вот, чтобы погонять или просто присоединиться к этой команде вот этих людей? Погонять нет, погонять нет. Сумасшедшие иногда люди встречаются со скоростью 260 на МКАДе. Я много раз видел на дороге не очень приятные ситуации с ребятами, которые любят погонять. И погонять нет, поездить. Просто поездить. Нет, но очень уверенно в себе. Музыку дать послушать всем людям, кто рядом проезжает. Такое. Вот по поводу музыки. На самом деле, что слушаете сами за рулём? Кроме радио «Добрые песни», понятно. Ну, музыку, я имею в виду музыку. Да нет, ну, нет, ничего на самом деле, чего-то специального. У меня машина оборудована очень хорошей приблудой такой, которая сейчас ставится на многие машины. У меня, как это называется, магнитолог читает флешку. Вот, собственно говоря, как только приносит новую музыку, да, или интересную. Да, просто это продолжение работы. Ну, то есть, просто взять с собой, отслушать машине, это вот на флешку залил. Ну, а там, нет, там есть, конечно, несколько сборников каких-нибудь таких рокерских, специальных, под которые хорошо ехать. Да, потому что там особый ритм такой, прицеплен к песням. А так вот, так специализировано почти нет. Вот сейчас какая машина? Сейчас же уже не так. Сейчас опять кореец. Какой? Сан-Ян Крихстон второй. Почему? Тут несколько позиций. Во-первых, дешевле гораздо на порядке, чем некоторые. Во-вторых, он оказался крайне быстрым. В-третьих, там Мириновская коробка и движок. От Мерседеса. Я поняла, да. Я поняла, это я поняла. Как-то еще машину меняли под себя, не знаю, кроме того, что музыкальная вся эта история. Сиденья только выправляю. Ну, я имею в виду, что нет, нет, что значит, как-то еще машина. Ну, я имею в виду, оборудовали специально. Нет, только ксенон, ксенон, ксенон везде. И парктроники, все. Так больше ничего не делал. Жена уговаривает поставить кенгурятник на него, но мне не очень нравится. Ну, не очень нравится Сан-Ян Крихстон второй с кенгурятниками, поэтому пока ничего не стоит. Так не агрессивная машина? Ну, и так, может, достаточно агрессивная. Ну, а кенгурятник там будет просто немножечко... Они есть разные, но вот... Хотя, я думаю, фаркоп точно надо поставить, потому что, как выясняется, не все из тех, кто ездит по дорогам, любят тормозить на них. Была просто аварика одна на вопрос, что ж ты так летел? Он говорит, не успел затормозить. А был бы фаркоп, стоял бы, ну, и как бы у него совсем было бы все плохо с движком. Там у этого парня и так было все плохо с движком. Тоже на корейцев ехал. Вот, а мне бампер помял, лопнул у меня бампер, и парктроники пришлось поменять. А вот по поводу кресла, вот как-то меняете кресла, что-то укрепляете, я не знаю, для спины, на удобство. Слава богу, все нормально. Во вторых рейхстонах стоят с поясничной поддержкой сиделки, там все более-менее нормально. Единственное, только, конечно, сантиметра на три назад, и все бы было хорошо. Не хватает простора? Нет, есть простор, но еще было бы получше. Ну, по поводу ощущения за рулем впервые, да, почему мне хочется вернуться, потому что все-таки, ну, два года, да, не так долго, с одной стороны, с другой стороны, все-таки долго. Я помню свои первые впечатления от езды, МКАД, поток грузовиков, тогда еще это была не так, кольцевая дорога, нежели сейчас, это было 15 лет назад. Ага, еще безразделительный. Да бог знает что. Там какая-то была уже, по-моему, разделительная, но я помню, что у меня было ощущение, что все вот эти грузовики, самосвалы, какие-то фуры, они несутся исключительно у меня. Я надевала такой платочек, чтобы ничего не мешало, обувь на плоской подошве, и так вот медленно, так спокойно. Не могу сказать, что прям был какой-то страх, но ощущение такого вот потока все время было. Вот именно почему-то на кольцевой дороге, в центре как-то такого не ощущалось. Еще было впечатление, когда проходит три месяца, вот насколько я знаю, такое псевдоощущение человека... Чайники достали. Вот, человек, который умеет водить. Как бы тебе кажется, ты уже все можешь, три месяца прошло, ты ас, и вот тут как раз тебя и настигают. Всякие неприятности, тут, в общем, какие-то первые аварии, насколько я знаю, случаются. Ну, кого-то они, может быть, случаются на второй день. Когда пришло ощущение, что уже могу водить хорошо, уверенно, классно, машина большая, не страшно? Нет, у меня сейчас такого ощущения нет, что я хорошо могу водить. Я понимаю прекрасно, что есть еще масса каких-то вещей, которые я не очень знаю. Общая освоена, более-менее, да, но говорить о том, что я ас какой-то через два года, да, не приходится, потому что... Хотя, с другой стороны, вот, я ехал 7 ноября, я прилетел из Новосибирска, ехал со второго шарика, из Шереметьева второго, и навстречу выехал, девятка выскочила навстречу, как потом объяснял парень, значит, перед ним затормозил дальнобойщик, он дал по тормозам, на девятке нет никаких, там, ни АБС, ничего. В общем, его якобы из колеи выбросил на дорогу. Ну, на самом деле, пересек всю Ленинградку и задел две машины. Мою не задел, в меня пролетели осколки от предыдущего автомобиля. Вот, он взял вот такой бордюр, улетел, и, в общем, дальше вспахал огород бабуля. Там, ушел дальше. Вот, то человек из одной из машин, он мне говорит, проходил курсы по экстремальному вождению. Я говорю, нет. Он говорит, уж больно правильно ушел. Но я даже испугаться не успел в тот момент, на самом деле, просто вот... Интуитивно? Да, интуитивно сделал нечто, то есть, объехал их, ну, объехал так, что, ну, вот, в меня только осколки полетели, больше ничего, слава богу. Мужская логика, верное направление, верный вектор был выбран. А на самом деле, было желание потом пойти на курсы экстремального вождения в школу? Ну, может быть, и было, честно говоря, нет времени. Их нет времени, и там же сложности есть, да, то есть, там надо ехать на своей машине и посвятить этому достаточно много времени. То да, такой отрыв от производства, от основной деятельности, да. Отрыв от производства, очень серьезно, да, вот с этим сложно. А так, конечно, потому что есть же разная система поведения на дороге. Задний привод, передний привод, полный привод. Зима, лето, дворец, конечно, много всяких нюансов. Мне очень хочется, на самом деле, тоже пугает то, что нужно в это погрузиться целиком и надолго. Но, насколько я знаю, отдача хороша. Так вот люди все-таки по-другому себя ощущают, пройдя все вот это. По поводу бабушки с огородом, тоже не так давно как раз мы ездили в Суздаль. Вот буквально только отписали мой текст рядом с Peugeot 308. И большое колесо, огромное от фуры, вот так поперек дороги, пересекает, влетает в огород какой-то бабушки. Вроде бы там тоже все, слава богу, обошлось. Ну, приятная ситуация такая, частая, к сожалению. Мария, у меня товарищ ехал по МКАДу. Отлетело что-то. Отлетело что-то, да, от автомобиля марки «Газель». Отлетело колесо от грузовой. И он говорит, ну, товарищ уже очень много лет за рулем, под 20. Уже несколько машин, сейчас у него внедорожник, у него Митсубиси-трешка, Паджерик. Вот, он говорит, что все равно неожиданно, когда откуда-то сверху летит колесо, сильно бьется через себя, перелетает. Он говорит, как-то есть ощущение и реальности. И реальности, совершенно верно. Вот, по поводу эксплуатации автомобилей, вот, как часто тормозят гаишники? Были ли какие-то эксцессы с ними? Узнают ли, как-то пользуетесь ли тем, что вы медийное лицо? Тормозят достаточно часто, не знаю, с чем это связано. Тормозят очень часто за пределами Московской области. Ускорость, наверное? Да нет, я стараюсь ездить достаточно аккуратно. И в этом месте Дмитрий улыбнулся, так загадочно. Ну, хорошо. Ну, вы, опять же, как разбираетесь? Да нет, ну нормально. Вы законопослушные? Штрафы платить, да? Да, конечно. Нет, вот, поехал в Питер, на машине было очень смешно. Поехал на машине в Питер, значит, останавливают на пересечении Невского и Лиговского. Три парня в форме, ну, три сотрудника ДПС в форме. А ко мне подходит, разговаривает, подходит человек в камуфляже и, значит, в жилеточке. И такой немножечко вчера выпивал. Такой, ваши документы. Я говорю, а вы кто? Он говорит, я стажер. Я говорю, и что? Он говорит, ваши документы. Но при исполнении ему же надо было показать. Я говорю, ну, вы хоть какие-нибудь документы показать вообще? Вы кто? Он говорит, я сотрудник. Я говорю, а где это написано? Он говорит, у меня жилетка. А я только что в Питере купил такую же жилетку. Я говорю, не вру. Вы надеваете. Нет, я ему говорю, я говорю, парень, понимаешь, в чем дело? Я через минуту могу быть таким же, как ты, тоже проверять документы у людей и забирать все, что угодно. Ну, в общем, в итоге подошел офицер, удостоверил его личность. Дальше было очень забавно, потому что, конечно, парень кипит. Уже тут какое-то непонятное существо из Москвы с московскими номерами, да еще с номерами, у которых все цифры одинаковые. Значит, он, в общем, почти хамит ему тем, что сразу не выбежал, не отдал деньги. И он мне, значит, в итоге он мне говорит, я ему так смотрю на него нагло, я говорю, аптечку с огнетушителем, пойдем смотреть. Он говорит, а есть? Я говорю, есть. Он говорит, тогда не надо. Дыхните-ка лучше на меня. И я говорю, парень, пойдем сразу к офицеру. Мы приходим к капитану. Я говорю, капитан, дайте мне сертификат вот на это оборудование. Капитан, конечно, ничего не... Он мало чего понимает. Я говорю, какое оборудование? Я говорю, вот на это. Я говорю, в наставлении сотрудникам ДПС, черным по белому написано, проверка на алкогольное опьянение с помощью исключительно сертифицированного прибора, такого-то, такого. Я говорю, человек мне предлагает дыхнуть. Он кто? Аппарат этот. Ну, в общем, капитан оказался более опытным, отдал документы. Тот парень, конечно, кипел очень серьезно, но он так на него посмотрел. И, дескать, парень, ты давай этого отпустим, сейчас другой приедет. Уже с другим можно будет договариваться. Ну, он молодой, ему хотелось, наверное, проявить себя как-то на работе. Да нет, сейчас сотрудники ДПС, кстати, очень сильно помолодели, как мне кажется. Ну, я имею в виду тот состав, который стоит на дорогах, да. И вот очень запомнился парень, сотрудник ДПС в городе под Питером, под Питером, самая окраина практически. Ну, не важно. Нет, нет, важно. Кронштадт. Кронштадт. Там много таких поворотов непонятных, да. Вот там офицер посмотрел на нас, мы проехали мимо него. И я ткнулся уже поворачивать, в последний момент увидел, что там по знаку поворачивать нельзя. Значит, проехал прямо, он нас догнал, подъехал, спросил, куда мы ехали, объяснил, когда ехать и поехал дальше. То есть, такое тоже бывает. Хотя, вот едешь, например, там по Тверской области, там вообще сотрудники ДПС стоят на гражданских машинах, в гражданской одежде, в кепке ДПС и в жилетке. Вот непонятно, стоит останавливаться или не стоит. Автомобиль не только для города, убираетесь куда-то за город, ездите. Конечно. Как далеко? Ну, пока самая дальняя поездка была, это Питер. Вот сейчас мы собираемся в Саратов, это на 150 километров, насколько я понимаю, дальше, чем от Москвы. Пока вот таких поездок, что там на 3-5 тысяч километров, еще не было. Ну, вот только в Питере мы накатали тоже там, наверное, с тысячу, возвращение обратно. А так вот все вокруг Москвы, 200-300 километров от Москвы. А не было желания поучаствовать в каких-нибудь трофе, вот как обладатель такого все-таки внедорожника? Да нет, ну, трофе это чересчур, потому что машина с автоматом, и там особого трофе сложно с ней представить. Ну, то есть она, конечно, каким-то образом из небольших каких-то штучек выбирается, но говорить о том, что это супер вездеход не приходится. Супер вездеход – это буквально три модели. Это Патрулька у Ниссана, это Дефиндер или Дефиндер, как он правильно называется, да. Ну, и, собственно говоря, наверное, там, не знаю, ну, первый Хаммер, может быть, двушка Хаммер, да. А эти машины все-таки, вот то, на чем я езжу сейчас, это все-таки больше для асфальт и немного бездорожья. Ну, такого легкого. Но все-таки скорость хочется ощущать, да? Любите поездить быстро? Со скоростью сложно, у машины очень хорошая шумоизоляция, и поэтому я езжу всегда с приоткрытым окном. Потому что если окно закрыть, то очень быстро ощущаешь, что ты как-то быстро доезжаешь, а потом, когда смотришь на спидометр, то становится, в общем, понятно, что любой гаишник, который сейчас окажется на дороге, у него уже будут за плечами те козыри, с помощью которых он может со мной разговаривать хуже, чем обычно. Ну, то есть, там, 150-160 не очень чувствуется, если окно закрыто. Поэтому, нет, я стараюсь быстро не ездить, но не всегда получается. Ну, на самом деле, конечно, в городе быстро не поездишь, это понятно, но выезжаешь куда-то, если еще позволяет погода, есть настроение. Все-таки это удивительная, на мой взгляд, еще возможность как-то отвлечься от проблем, переключиться, полюбоваться природой нашими русскими красотами. Вот у меня такой патриотизм просыпается сразу, восхищение и удивление. Вы хотите сказать, что выехал на трассу и поехал? И поехал, да. Вот если есть возможность не в пятницу вечером выезжать из Москвы, а так вот просто или утречком. По Питерской трассе по весне давно не ездили? Ой, по Питерской трассе я ездил не так давно, это был кошмар и впечатлений моря, опять же, общение с гаишниками просто постоянное. Нет, там шикарные есть дороги, где нет ям, но, правда, их немного. Их немного, там направление. Нет, до Завидова хорошо, потом плохо. С времен Радищева там мало что изменилось, на самом деле. Там вообще ничего не поменялось, и причем гаишники стоят, вот где-то есть, наверное, километр в двухстах от Питера, уже подъезжаешь к Великому Новгороду, ну, уже километров в ста, наверное, от Великого Новгорода, значит, заканчивается поле, ну, я имею в виду, поле – это когда нет деревьев и остатки краски с асфальтом. То есть вот это заканчивается поле, и начинается асфальт. Двухполосный, с бордюром, с разделителем, отличная дорога. И, естественно, 40 километров по этому полю, потом хорошая дорога, тапка в пол, как говорят хулиганы, которые любят гонять, в отличие от нас, например. Бам, стоит гаишник, потому что я ехал, первый даже выскочить из машины не успел, не знаю почему, а второй уже остановил. Они очень хитро стоят. Там есть в этом бордюре для пешеходов переход, они прямо в нем стоят и боком. Чтобы не видно было, что у него горят эти лампочки, которые надеты на спецслужбе. Это же какое чудо изобретательности надо проявить, чтобы так спрятаться. И вот так вот меряют скорость. Но все равно, все же для того, чтобы на дорогах было спокойно. Нет, на самом деле, конечно. Поэтому пусть стоят уже, пусть стоят и нас нерадивых контролируют. Какие-то еще были истории интересные, Дим, с людьми, поскольку, естественно, человек творческий и запоминающий разные забавные моменты, эпизоды. По-моему, какая-то девушка интересная, которая не умела ездить. Маша, я вам больше скажу, интересные девушки, они, как правило, не умеют ездить, как мне кажется. То есть такое отношение к женскому вождению? Я, когда вижу за рулем ярко выраженную даму, ну, что это, я понимаю, да, там, во-первых, по маленьким машинкам понятно, что это, возможно, женщина за рулем. Но, как правило, это понятно даже не по машинам, а по поведению на дороге. То есть у дам какой-то, у вас, Мария, какое-то странное поведение на дороге, оно не всегда бывает адекватным, непонятным. Потому что вот как только смотришь, вот или так объясняют. Потому что вот сколько раз наблюдал, дама едет ровно посередине по полоске, которая вот разделяет полосы. Видимо, ей сказали, езжай по полоскам, и будет тебе счастье. Она по ним и едет. То, что за ней стоит, уже выстроились практически в размере трех электричек, уже люди стоят. Это все равно она едет по полоскам. Дима, знаете, как шейная машинка устроена, эта лапка гусеничная, вот эта вот, которая скачет, она как раз по шву должна проходить. Вот пошло она и едет. Видимо, оттуда, оттуда идет. Значит, ей кажется, что она в этот момент дострачивает там что-нибудь. Подарок любимый. Нет, самое потрясающее, что я видел, это, конечно, вот выезд из магазина из одного. Это было вот просто супер. Собралась пробка. Причем выезд односторонний. Я хочу подчеркнуть, односторонний. То есть выезд только в одну сторону, туда. Оттуда заезд в другом месте. В общем, пробка. Я подъезжаю, буквально 5-6 машин, я думаю, а что они не двигаются? Никто. Смотрю, за мной уже народ скопился, мне уже не выехать. Вдруг, ну, то есть я понимаю, подъезжаю чуть ближе, вижу, стоит красная Мазда. А когда я подъехал туда, вот где она стояла, я думал сначала, что авария, ну, бывает. Но никто ничего не моргает, второй машины нет, но ходит охранник суетиться этого заведения, да, огромного магазина. И когда я подъехал, я вот, если бы не сидел, я упал бы от смеха. Она ему на самом деле, то есть он ей говорит, так очень вежливо, говорит, дамочка, ну, я вас очень прошу, ну, сдайте назад, пожалуйста, вот сдайте чуть-чуть назад. И вот посмотрите, сейчас же пробка какая образовалась, сдайте назад. И она говорит, да не могу, не умею, я ездить задом. Я думаю, боже мой, права подарить, подари, а про то, что автомобиль еще может ездить задом, не рассказывай. Вот так вот буквально в процессе вождения человек учится, овладевает разными навыками. Не, пускай овладевает, кто же против, но только должна быть вывеска «У». Ученик, да. Да, и машина вся должна быть обклеена, что ученик на дороге. Ну, понятно. В общем, сегодня рядом со мной представитель мужского шовинизма Дмитрий Широков, который считает, что женщины не умеют водить. Если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю относительно женского или мужского вождения, пожалуйста, звоните. Я могу поспорить. Я знаю очень много женщин, которые прекрасно водят машину, и очень много мужчин, которые водят безобразно. Так же, как наоборот. Я бы не делила водителей по, так сказать, половому признаку. Нет, это понятно. Но просто женщины за рулем странные встречаются чаще. Ну, наверное, такие у вас. Вот странная женщина, да, песня такая. Вот, может быть, с такими вам везет на дороге. Но я знаю, что вы все-таки ведете себя галантно. Вот если вас попросят помочь, вы не откажетесь. Ну, конечно. Припарковать машину, например, колесо поменять. Мария, я не во все автомобили могу влезть. Ну, в смысле, сесть не во все автомобили могу. Был у меня случай. Я парковал 20 минут девушку. Сложности были. На какой машине? Ну, бэха, маленькая бэха. Сложно. Потому что у нее в глазах написан весь ужас женского пола перед автомобилем. Она понимает, что она видит в зеркалах, что можно ехать. Ну, куда именно? Она не понимает. Ну, реально. Она сидит и видно, что ей страшно. Ну, во-первых, понятно, что она первые дни буквально за рулем. Непонятно, до прав она так, права подарили или все-таки были выезды. Ну, потому что вот прям... Причем я запарковывал эту машину просто назад. Это была не параллельная парковка. То есть параллельную мы бы не закончили с ней никогда. Причем там еще один человек помогал в этой парковке. Поэтому тут все... Ну, в общем, я поняла, что руководитель радиостанции «Добрые песни» ведет себя по-доброму на дороге. И это очень приятно. Потому что... У нас одна дама, кстати, парковала машину... Знаете, Мария, вот там могут встать три машины, а может одна. Вот дама вот так вот как вот одна. Все время стояла. Ну, хватит про дам. Я уже все поняла, что мы водить не умеем. Я не спорю. Знаете, что сказала? Она отдала ключи и сказала, что умеете парковать? Вот припаркуйте ее. Заодно она есть о чем сейчас поговорить. Нет, вы милые. Водить, может быть, через одну, но вы милые. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Вот сейчас узнаем, о чем хотят нас спросить зрители. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня звонит Олег из Северной Осетии, Владикавказ. Я, к сожалению, не знаю, как зовут вашего гостя. Дмитрий. Дмитрий Широков. Добрый вечер. Я вас приглашаю приехать на Северный Кавказ и посмотреть, как здесь ездят у нас женщины, какое уважение к ним здесь, нежели в Москве. И как у нас здесь ездят мужчины. То есть здесь правила для них вообще не существует. Женщины ездят гораздо у нас вежливее и аккуратнее. Поэтому приезжайте и посмотрите. И, может быть, даже пример кому-то поставите. Наших женщин, которые здесь ездят. Спасибо большое. Хорошо, договорились. Спасибо. Я не был в Осетии. Я был однажды... Ну, такая была командировка по работе. Я был в Ереване. Я на второй день пребывания в Ереване спросил. Я говорю, ребята, а зачем вам светофоры? Вот просто для цвета на дороге. Нет, на самом деле, я вообще не встречал, чтобы кто-то... На самом деле, просто вот... Там горячие мужчины такие. Зеленый, красный, желтый. Ну, что такое? Зачем вам светофоры? То есть все равно. Там горы рядом. У нас... Нет. А, я, кстати, после этой поездки, я перестал так реагировать на ребят, которые здесь также ездят. Потому что они так учились. На самом деле. Они так ездят у себя. На самом деле, это все шутки. Потому что, как в Москве иногда водят, это просто невероятно. Поэтому эпизодов этих морей и ситуаций множество. Меня вот что интересует, Дим, общайтесь же с огромным количеством людей из мира музыки, певцов, которые без руля не обходятся в основном. Люди ездят много, долго и гастролируют. И часто на машине перемещаются. Насколько я знаю, они еще используют автомобиль как такой маленький домик, куда загружают музыкальные инструменты, динамики. Вот все-все-все, что можно. Но это уже авто. Иногда просто и в машины. Я знаю, были ситуации, когда вот нет, вот надо погрузить. Какие-то истории, связанные со звездами. Но на самом деле, мне сейчас говорят, что у нас есть звонок. А пока вы думаете, мы должны ответить на вопрос, который мы сейчас услышим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Обязательно должны ответить. Здравствуйте, Дмитрий. Покоят? Добрый день. Город Москва. Я абсолютно с вами согласен, что у них руки растут из одного места. И головы у них нет совершенно. Сегодня я уже устал от них. Везде, везде. Где не едет дама, 40 километров в час ходят. Кто им дает права? Кто их нелюбовники? Это непонятно. Не раз видел, как они гаишников матом с ног до головы покрывают. И как работник правоохранительных органов, неоднократно помогал жаистникам от этих любовниц избавиться. Об этом, пожалуйста, скажите. Неоднократные ситуации были и на Рублевке, и напротив храма Христа Спасителя. Вот такие вот дела, господа. На Рублевке это понятно. Тут все ясно. Там блондинки в шоколаде и в хороших машинах. Пожалуйста. Второй звонок и подтверждает правоту. Так, у нас сегодня конкурс. Что вы милые. Кто за женское блондиня, пожалуйста, кто против? Мы всех внимательно выслушаем. Вот, Мария, еду недавно по Рублевке как раз. Ну, так случилось, что мне когда ехать на дачу, да, часть дороги по Рублевке можно проехать, так быстрее. Еду по Рублевке, и вдруг понимаю, что вот просто очередь. Ну, просто. Она обычно едет 60, но едет, да, там. Вот. И передо мной буквально в двух машинах идет рендер, пятидверничек, новая машина. Очень нравится мне вот как марка, как по виду, по всем. Думаю, ну, надо же, моя любимая марка машины почти, да. И едет, пожалуйста, непонятно как. Значит, прижимаются два парня. Там есть кусок настолько широкий, что можно, в общем, обогнать. Я обгоняю. Девушка сидит за рулем. Я думаю, ты что ж такое? Ужас. Нет, ну, на самом деле, то, что происходит на Рублевке, это вообще сложная вещь. Неоднократно. Я готов, и я к этому готов, да. То есть, там часто, чем это шоссе сложное, да, там достаточно часто вот за поездку, ну, один раз, наверное, точно встретишь, да. Это, наверное, только ночи. Только ночи не касается, да, когда по встречной полосе едут сотрудники правоохранительных органов, но они едут правильно, да. То есть, я имею в виду, что у них идет звуковой и световой сигнал, да. Ты их видишь, слышишь, уступаешь дорогу, они едут как бы между полосами. Вот, но там очень много того, вот о чем говорил Дима, да, Дмитрий, человек, который только что дозвонился, когда едет шикарная машина, у нее ничего не горит, но она едет вот так, как едут они. То есть, вот от этого, конечно, уже отпрыгнуть очень сложнее, да, потому что там ты все-таки можешь реагировать, свет загорается, звук, да, то есть, ну, и вообще, там, когда есть проблевки, там всегда готов уйти чуть вправо, потому что они вылетают. Потому что, как мы разошлись однажды с Удехой ТТ, за рулем, в которой сидела милая девушка, я вообще не представляю. Вот, она ехала именно так, да, то есть, ей показалось, что вот обладание этим автомобилем... Что у нее взлетная полоса вместо дороги, и там свободно. Да, кстати, по поводу жены-любовниц, мне рассказывали ребята, мои друзья, которые руководят одной из питерских радиостанций, хорошая станция, вот, и они рассказывали, что Даня говорил, что я чуть-чуть в светофор. Я даже не врезался, когда увидел этот автомобиль на дороге. Значит, стоял меренок, купешка, и на нем была аэрография, на котором было в грубой форме написано... Ну, дескать, да, я это делаю. Вот, когда... Мы в прямом эфире, Дим, я все поняла. Нет, 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 я имею в виду, что вот когда видят молодых девушек, да, там, ну, говорят какие-то такие достаточно скабрезные вещи, да, вот, у нее на автомобиле было написано именно это. Там, да, да, да. И люди, которые меня в другом раз... Шок. Они говорят, я через светофор не врезался, потому что вот эту машину, а, во-первых, она приметная, ее никогда не угонят, никто из друзей не возьмет покататься. Ну, значит, кто-то из близких позаботился о ней. Я думаю, что самостоятельно. Кстати, вот около Останкина есть автомобиль, он тоже весь такой, весь такой в этих, как это называется, в цветочках. Да, и вот однажды этот автомобиль, ну, я имею в виду, что дама здесь работает, видимо, паркуется постоянно, этот автомобиль однажды чуть не снес нам борт, когда мы ехали с моим водителем. Вот сейчас уже вот спустя несколько лет, да, она же, этот же автомобиль чуть не снес борт мне, да. Там абсолютно блондинка сидит. Это яйки, это цветочки, это цветочки. Да, но и другой борт у нее снесен, то есть, видимо, несколько раз она попадала туда. У нас телефонный звонок? Уже нет. Есть телефонный звонок, давайте ответим. У нас его еще нет. Мы слушаем вас, добрый вечер. Алло. Да, да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Светлана, я из Москвы. Очень приятно. Я хочу поддержать Дмитрия, у меня 20-летний стаж вождения автомобиля, то есть, начиналось все давно, как бы, там, с праворульных машин, то есть, потом, ну, сейчас езжу на хорошем джипе Тойота, и я хочу сказать, что женщина не умеет водить машины вообще. Как приятно от женщины. Мне просто, понимаете, иногда становится обидно за то, что, ну, вот у меня, как бы, там, езжу с друзьями, вожу там, и мужчин в том числе, и мне всегда говорили, у тебя, вот, стиль вождения мужской, да, то есть, я вот, как бы, нормально езжу, но вот я тоже, как вот Дмитрий говорил, что женщину можно определить, вот, если что-то произошло, значит, это женщина. Я, знаете, мне очень, мне очень обидно, понимаете, вот, просто обидно за то, что вот, ну, что так происходит, но я не понимаю, почему так происходит. Вы знаете, ну, пускай нас возят мужчины, но это так приятно, сидеть слева, смотреть в окно, читать книгу, общаться с детьми, это же волшебно. Слева? Справа. Стоять справа. Что еще раз подтверждаю, что Дмитрий прав. Женщина должна возить мужчину тогда, когда мужчина доехать сам не может. Правильно. В данном случае абсолютно за такую товарищескую выручку надо просто садиться за руль и везти любимого домой. А знаете, как это бывает смешно, Мария? Когда приходит пара на светский раут. Я знаю. И они говорят, милая, я сейчас приду. А потом они резко сбегаются где-нибудь в центр. Кто бы, я быстрее, я первая. Это бывает забавно. Я задала вопрос по поводу вождения автомобилем различных звезд, известных людей. Трофим, такая культовая фигура. Я знаю товарищей, которые боятся с Серегой ездить. Вот как он водит, какие-то легенды ходят. Я не знаю, как. Я не ездил с Серегой. Но, насколько я знаю, Серега ездит быстро. Достаточно. У него шикарная машина, которая к этому приспособлена. Просто, на мой взгляд, машины делятся на несколько категорий. Но главный принцип всегда один и тот же. Любую машину можно разогнать. Не каждая машина остановится. Не каждая машина остановится вовремя. И там, как этого хочет человек, который управляет ей. У Сереги машина, которая остановится. То есть, это просто флагман автомобиля с троеди. То есть, на самом деле все сделается. Но у меня есть друг. Это так случилось, что это друг и Сережа Трофимова, и мой. И он сейчас, в данный момент, он военный. Он сейчас не военный, он милиционер. Он командир спецназа. И он сейчас дослуживает в Чечне. Вот-вот должен вернуться из командировки. И вот мы, когда с ним ездили, когда мы уже приехали, мы ехали из Останкина ко мне на радио, он сказал, что ты выйдешь как Трофим. Мне страшно. Боевой офицер боится ездить. Нет, ну он сам не водит. Поэтому это же всегда бывает очень страшно. Хотя страшнее человек, который водит. Он сразу на педали нажимает. Он с нет рядышком нажимает, как будто бы на педали. Во-первых, на педали. Во-вторых, это же... Ну вот у меня друг один есть. Он только в пьяном состоянии садится с кем-то за руль. Я имею в виду, что в машину. И всегда на заднее сидение. Он говорит, не-не-не-не-не, вот этого не надо. Вот этого не надо. На переднее сидение не надо, не надо, не надо. Потому что сейчас начнется все вот это вот. Сжатие по этим. Потом вскрики. Он говорит, не-не-не. Лучше назад. Да, я назад и бабайки, если можно. Значит, один звонок делал. Добрый вечер, мы вас слышим. Здравствуйте. Алло. Да, да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Николаевич. Добрый вечер, Александр Николаевич. Я хочу сказать такое, что, ну, про блондинок за рулем не будем. Просто все забывают, наверное, о физиологических... Будьте добры, погромче, очень плохо слышно вас. Все нормально, нормально, говорит Александр Николаевич. Алло. Сейчас нормально? Отлично. Ну, физиологические особенности женского организма в каком плане? Что, как врачи говорят, женщины, они, во-первых, в темноте хуже видят по сравнению с мужчинами. И пространственная альбитация у них. В этом плане тоже хуже. Особенно чувство габаритов. Вот сколько я знаю, ну, женщин за рулем, своих знакомых, они достаточно часто как раз попадаются на этом. То есть, ну, заезд в гараж, там, какие-то такие тесные места. Ну, как вот говорили, борт кто-то кому-то снес. Поэтому есть хороший такой знак. Некоторые женщины, может быть, сами ставят на машину или нет, тушатся женские изображения. Есть так. Например, у тех, кто учится только ездить. Ну, и надо с пониманием относиться к женщине за рулем, на мой взгляд, если уж мужчину наградил Бог определенными качествами, а женщина, она свои качества в другом плане проявляет. Ну, а поскольку она на дорогу попала, то деваться ей некуда. Выживать надо там как-то. Спасибо. Совершенно верно. Совершенно верно. Спасибо большое за звонок. Кстати, еще вот из того, что я видел на дорогах, я думаю, что это видели на самом деле все, кто нас сейчас смотрит. Каждый найдет по 20 таких случаев. Я видел женщин вяжущих, ну, красящихся это вообще не обсуждается. Ноутбук. Красящихся, вяжущих, читающих книгу. Ноутбук, честно скажу, не видел еще. Я видел. Значит, про телефонные переговоры это понятно. А вот переговоры между автомобилями, вот это была песня просто. Долго мы пытались за ними ехать, прервать беседу. Может быть, у кого-то сел телефон, я не знаю. Но две дамы, вот серьезно абсолютно, они обсуждали, куда они сейчас поедут, что покупать. Ну, то, что сзади скопилось, это понятно. Я имею в виду размеры того, что скопилось. Потому что им же надо держать все время, им же надо видеть глаза друг в друга. В общем, уже раз уж вам... Какая красивая картина для какой-нибудь клипа музыкального, Дим. Ну, это музыкальный материал просто. Две женщины на дороге общаются. У нас телефонный звонок, еще один. Я надеюсь, что уже не по поводу женского вождения. Расслышу внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я из Кабардино-Балкарии, с города Терека. Я хотела свое мнение сказать. Я категорически против того, что вы говорите. Так как, когда я сдавала экзамен, тут произвучал вопрос и ответ. Мужчина, который говорил, что права то ли любовники, то ли за деньги. Нас было 40 человек. 15 девочек сдавали абсолютно своим умом и своим знанием. Однако, половина мужского состава у нас пролетела, как фанера над Парижем. И еще так, на минуточку. У меня были где-то три таких ситуации, когда на мою встречную выезжала машина, и там сидели или мальчики, или мужской пол. Но ни разу из моих друзей, из моих подружек, которые со мной сдавали экзамен, которые ездят по сей день, ни у кого не было никаких НЗ на дороге. Спасибо большое за мнение. Спасибо за звонок. Вот это, кстати, еще раз, этот звонок, к сожалению, не представилась нашей телезрительнице. Вот этот звонок еще раз подтверждает. Вот у меня сейчас ребенок подрастает. Я думаю, что права, когда он будет 18, ему на следующий год, что права надо будет, чтобы он получал. Но именно получал. Потому что все вот эти истории, когда права просто непонятно как приобретаются. Вот в данный момент сестра моя родная тоже получила уже права. Слава Богу, точно так же. Закончила полностью школу, полностью все сдала. Потому что мне очень нравятся аргументы, кстати, которые приводят инструкторы. Они говорят, ребята, да права-то вы, ну как бы они у вас будут ездить-то надо же. Ну я к тому, что, конечно, этому надо учиться, причем до того, как права окажутся. Да, потому что здесь уже можно ехать одному, да, все-таки учиться надо и начинать ездить с инструктором, когда у него есть те самые педали, которые можно нажать, остановить. Потому что, вот, например, мой инструктор Володя, который меня обучал вождению, он говорит, там есть у нас в Одинцово, есть одна дорога, она в определенный момент она уходит на встречку. Да, то есть дорога оттуда становится встречной, и там нет движения, да, там надо объездная дорога. Он говорит, вот просто все уже, да, вот дама получила права, говорит, мы ехали на ее уже автомобиле. Ну так делают люди, да, когда получают права, берут инструктора и еще уже на собственном автомобиле какое-то время еще ездят. Вот, он говорит, что да, и она поехала туда. Ну, то есть, ну, на встречку, поэтому. Еще один звонок у нас. Так это ж хорошо. Конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, вот я, например, с твоей женой по поводу вот женского вождения. Так. После автошколы я купил ей новый автомобиль, коробка автомат, естественно, да, и я ее после автошколы еще где-то месяца три мы с ней ездили, я ей все время говорил, газ тормоз там, вот, справа я сидел, и это ей объяснял. И слава богу, вот, в восемь с половиной лет, там, деве где-то уже, без аварий, уже ни одна машина у нас была. И я не считаю, что женщина за рулем это что-то такое вот исключительное. Спасибо вам, Дмитрий. Спасибо. И за то, что купили жене машину, и за то, что помогали ей, проявили заботу и терпение. Вот все бы так, как вы, на самом деле. Я просто искренне горда, что вы нам сегодня позвонили в эфир и поддержали женщин за рулем. Их вообще надо любить, женщин. Я обязательно. Я очень люблю женщин. А женщины за рулем, они чем... Вот так вот едешь, вроде все так серо, буднично, и вдруг раз какая-нибудь хорошая красится или вяжет. Сразу думаешь, о, жизнь-то налаживает. Веселая ситуация. Это случается постоянно. Не так много времени остается до конца эфира. Если еще вдруг раздадутся звонки, мы будем рады на них ответить. Хочется немножко напомнить о канале «Ля Минор», канал нашего холдинга родного и радиостанции «Добрые песни». Собственно, что за репертуар, как попадают песни и не возникает ли желание у знакомых, у друзей, у знакомых-знакомых что-то пристроить, как-то к вам тут обратиться? Ну, естественно. Да нет, ну, телеканал «Ля Минор» принимается точно так же, как телеканал «Автоплюс», в «НТВ плюс», мы есть еще в «Акадо», у «Автоплюс», насколько я понимаю, охват больше, и дилеров, которые его распространяют, больше. Но, тем не менее, «Ля Минор» — это музыкальный канал, а общее направление канала — это авторская музыка. А почему именно авторская музыка была выбрана? Ну, потому что попсовых каналов много, а здесь авторская музыка не в том смысле, что это именно авторская песня, а в том смысле, что в основном поют ее авторы. Исполнители у нас бывают редко. Как правило, можно охарактеризовать это как канал, который крутит городскую песню и авторскую. Авторская — это вот бардовская история, городская — это вот все остальное, можно сказать так. У нас, ну, я бы просто, если бы это был другой канал, я бы им не занимался, потому что попсовая история не интересна в принципе, да, поэтому и телеканал «Ля Минор», и радио «Добрые песни» — это все, они очень похожи по формату. Вот. У нас очень десное сотрудничество между «Ля Минором» и «Добрыми песнями». Мы являемся информационными партнерами друг друга, то есть, как бы, к нам приходят одни и те же гости и все прочее. Музыканты идут постоянно. Кстати, очень много музыкантов, которые поют о дороге, да, очень клево, очень хорошие песни пишут. У Сереги Трофимова. Ну, у Класса, Жанна, Двей Висбор, ну, столько дорожных песен, которые просто поют самые сложные. У Сережи Трофимова вот сейчас на крайнем альбоме шикарная песня «Город в пробках», просто вот. Там у Тимы Шауи шикарная песня «Включайте же уже поворотники». Я надеюсь, что это потенциальные гости нашего эфира, потому что хочется просто увидеть людей, которые еще что-то пишут, потому что, естественно, это заметки, дорожные заметки. Я всегда говорю, что рули, особенно, не знаю, у кого-то в городе приходит вдохновение. Ксюша Стриш любит ездить по Садовому кольцу, мы тут с ней общались, она как-то так вдохновение черпает. Кто-то выезжает за город, пишет, Саша Шаганов по дороге на свою дачу, у него какие-то мысли приходят в голову. Ну, нормальный такой творческий процесс. Автомобиль, такой домик. Вот у нас еще есть звонок, а потом, может быть, успеем даже еще немножко о творчестве поговорить. Мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Алло. Да-да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Большое спасибо вам, во-первых, за вашей передачей. Меня зовут Борис, я из Минска. Очень приятно. Водитель 75-го года, профессионал. Плюс ко всему, в прошлом автогонщик. Доводилось поездить по трех континентам за рулем фуры. Хочу снять шляпу перед женщинами-водителями, очень грузом с автомобилей. Особенно много их на юге Европы, во Франции в частности. Представляете, женщина и фура 25 тонн. И ездит, дай бог, каждому мужчине. Еще раз снимаю шляпу. Спасибо. Спасибо. Это тема, да. Как они габариты вот эти ощущают? Для меня всегда загадка. Уже как-то ощущают. Я видел женщин, работающих в такси. Несколько человек встречал. А вот дальнобойщицу ни разу на самом деле. Интересно посмотреть. Интересно. Как они ездят. И снять программу, интересно. Я однажды ехал с дамой, которая водила такси. Ну, водитель такси. Ох, это закалка. С 60-х, 70-х. Может быть, чуть попозже. Разговорились? Да, конечно. Да там такая дама сидела, как писал поэт. Конюна скаку. Понимаешь, что... А почему в такси-то попала? Я не знаю. Она всю жизнь проработала в такси. Но очень колоритный человек. На какой машине подвозила? Это была Волга. Ну, вот, желтая Волга. Она говорит, сколько-то лет. Ну, она вводит, конечно, уже как так... Ну, все очень четко. Единственное, когда мы заехали уже в дачное место, ну, там, куда я ехал, она перед поворотом, вот там, освещенная дорога, и уже начинались потемки. Она перед поворотом с освещенной дороги, она так посмотрела, и я сказала, слышь, парень, не обманешь? Я говорю, да ладно. Я говорю, ну, прекратите. Вот, но это было колоритно, на самом деле. То есть, такая прям... Уважением прониклись в женщины за рулем. Ну, пожалуйста, сами себе противоречат. Так говорят, женщины противоречат. Вы же хорошие, но не все. Вы же... Нет, я же говорю, я обожаю женщин за рулем, потому что такого цирка и такого яролаша где еще нас смотришь? Дима, а по поводу такси, вот синдром таксиста, когда человек за час, два, три пребывания в такси рассказывает всю свою жизнь, плачется в жилетку или в куртку, или, я не знаю, мне знакомы такие ситуации. Было ли у вас такое? Бывает наоборот, когда таксисты рассказывают. Нет, у нас, мы однажды с одним автором-исполнителем ловили машину после какого-то из фестиваля, были немножечко выпивши, ехали дальше работать, я в один, клуб он в другой, ловили машину, было очень смешно. Как нам казалось, как казалось моему коллеге, его лицо было более узнаваемым, чем мое в то время для людей. И мы с ним пока шли ловить машину, он обращался к подросткам. Узнал меня? Он вел программу на одном из телеканалов. Они говорят, да нет. А его? Они говорят, да, это там Широков. Ну, молодежный канал в то время. И потом, когда мы начали ловить машину, было очень смешно, потому что, значит, он открывал дверь такси и спрашивал, узнал меня? Потом выставлял Широков. Часть водителей говорила, нет. А один сказал вот гениальную фразу. Кстати, поехали мы потом все равно с тем человеком, который сказал, да, конечно, вау, вау, дайте автограф, присаживайтесь. А один сказал, конечно, гениально. Это вот у таксистов у них тоже, ну, потому что видят много характеров за день, да, вообще за время работы. Не психологи, конечно. Да, там, конечно, было шикарно. Он открывал дверь, и так взрослый, узнал меня! Он сказал, смотря сколько денег. Не за сколько же он их дал. Нет, 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 поехали, я же говорю, что поехали с тем человеком, который сказал, да, вот у меня ваша кассета, сразу ее врубил. Поехали мы с тем, ну, по желанию моего товарища. Вот. Ну, просто было очень забавно. Такая заметка для таксистов. Хотите приобрести пассажиры, слушайте все песни, знаете всех в лицо, и работали... Мне, кстати, несколько раз возвращали таксисты, ну, таксисты, ребята, да, возвращали портсигар, с сигарами, с папиросами, то есть, прям реально, потом вызванивали каким-то образом людей, которые, ну, то есть, узнавали, откуда был заказ на машину. То есть, я к таксистам отношусь с очень большим уважением. Нет, я тоже абсолютно сложная профессия и нужная. Единственное, вот за всю жизнь, за всю жизнь я кинул только одного водителя такси. И то мне непонятно, почему он уехал. Я ехал на радио, у меня прям вот буквально три секунды, я с Киевского вокзала ловлю машину, я говорю, едем, едем. Я ему говорю, я роюсь по карману, у меня 20 долларов. Я говорю, дядька, возьмешь 20 баллов? Он говорит, нет. Я говорю, тогда тормози. Там в одном месте около обменника, я выскакиваю с машиной, бегом, размениваю доллар, прибегаю, машина нет. Там у меня охранник, кстати, я говорю, ребят, куда уехал? А он так посмотрел на тебя, как ты, да, старванул, разменивался и уехал. Вот единственный раз за всю жизнь таксисты... Но не со зла. Не со зла. Возвращаясь к той истории, когда попали в аварию и виной был человек, скажем так, в нетрезвом состоянии, совсем, да, участвовали в каких-то акциях со своими музыкантами, с людьми своего круга в борьбе против алкоголизма за рулем. Были ли какие-то мероприятия, посвященные этому? Удавалось ли побороться с этим? Пока нет, но я думаю, что и «Ля Минора», и «Радио Добрые Песни», которыми я руковожу, с удовольствием примут участие в подобной акции, если оно будет проводиться, да. Потому что, на мой взгляд, алкоголь за рулем это просто преступление против человечности, против чего угодно, да. И здесь даже не в том, дело не в том, что в той аварии погиб очень близкий мне человек, да, которая была. Но ведь у того парня, который погиб, у него, в общем-то, тоже остался трехлетний ребенок. У него осталась трехлетняя дочь, он тоже погиб. В той аварии было два убитых, да, и как бы второй убитый, ну, то есть, один это мой отец, он погиб сразу, а второй, вот этот парень, умер через несколько часов, ему оторвало ногу от удара. Ну, то есть... Ну, чтобы как-то люди, известные люди могли бы просто поучаствовать в таких вещах, и это те, кому верят. Ну, и телеканал «Ля Минора», «Радио Добрые Песни» вообще относятся... У нас очень тесные отношения и с Министерством внутренних дел, и с военными, и с милицией, и с ФСБ, и с МЧС, со всеми, поэтому... Чего я вам и желаю. Время эфира подходит к концу. Дмитрий, спасибо, что были у нас сегодня. В эфире был Дмитрий Широков, Мария Чугреева, программа «Попутчик». Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова